Я хочу сказать, как человек, который процентов 80 своего времени находится в зоне АТО, что на самом деле там очень критическая ситуация на данный момент и с обеспечением, и со всем, и там не так легко и просто, как кажется, с экранов телевизоров. Нам не хватает бронетехники, нам не хватает нового вооружения, у нас нет ни тепловизоров, у нас нет ни коллиматоров. То есть мы готовы воевать, и я, и мои ребята, и я думаю, что все добровольческие батальоны готовы воевать, готовы воевать за свою страну, но мы не готовы быть просто пушечным мясом. Мы не то, что требуем, мы хотим, чтобы нам выдали нормальное вооружение, чтобы мы могли достойно отстаивать свою страну. Особенно, вы понимаете, сейчас близится время к зиме, и я не знаю, как я смогу отдавать приказ бойцу, ну, вне зависимости, там, идти в атаку, либо идти на разведку, понимая о том, что у него нет ни термобелья, у него нет ни спального мешка, он элементарно даже не сможет ночью высидеть там в засаде, либо пойти в разведку, там, в поле где-то находиться, потому что он замерзнет. Мы хотели бы, чтобы Министерство обороны дало полный отчет о подготовке вооруженных сил к зимнему периоду. Почему? Потому что нам надоело быть пушечным мясом. Мы хотим достойно защищать нашу страну и быть героями нашей страны, которые будут бороться против российской армии и достойно защищать свои семьи, своих жен, своих детей. Слово командиру батареона Миротвореца Андрею Детируку. Здравствуйте. Значит, хотел относительно вот этого закона, который достаточно так конфликтно встретили в обществе, некоторые говорят, что сдаются позиции, совершенно не анализируя наши силы в зоне проведения антитеррористической операции. Всем очень нравится, когда у нас идут сводки о победах, очень не нравится, когда идут статистики о погибших бойцах, и никто не пытается анализировать, почему происходит все так или по-другому. Объективно, если честно, а мы должны честно смотреть на ту ситуацию, которая складывается, иначе мы тогда будем обманывать в первую очередь сами себя. Мы вполне успешно противостояли тем террористическим группировкам, которые действовали в Луганской и Донецкой областях. Да, мы можем спустя некоторое время анализировать, почему не произошло так, что оставшуюся неделю, когда у нас была возможность их добить в их логове и победоносно закрыть этот вопрос и закрыть этот проблемный регион, скажем так. Силовым методом, почему не хватило сил и средств или ума кому-то скоординировать все эти наши усилия. Мы должны четко понимать, что с того момента, когда на территорию Украины зашла российская армия, соотношение сил и средств кардинально изменилось в худшую сторону для нас. В связи с чем это связано? В связи с тем, что последние 10-15 лет, вы все прекрасно понимаете, что как Путин, так и Медведев, когда он был президентом, все основные свои нефтедоллары они вкладывали в свои вооруженные силы. В переподготовку личного состава, в перевооружение армии. Они достаточно мощно вооружены системами реактивного залпового огня. Очень хорошо у них работают координации беспилотники, которые показывают практически в режиме онлайн времени, где находятся украинские войска. И после обнаружения практически 2-3 минуты туда наносится ракетный удар. То есть все они делали для того, чтобы применять свои силы по прямому назначению и получать тактический успех. Что же делала Украина все эти годы? С помощью наших последних нескольких министров обороны, начиная в обратном порядке от Лебедева, Соломатина и туда дальше, целая череда. Чем они занимались? Они распродавали все активы в Министерстве обороны. Я вам говорю, как в прошлом, и командир я был, потом ушел на пенсию, сейчас снова вернулся, потому что вы знаете, с какой ситуацией вернулся. Сейчас я снова являюсь командиром. Я четко понимаю, что самое страшное после потери личного состава это хищение или распродажа складов НЗ. Так у нас эти склады НЗ, вы сами помните, первый месяц войны, они были полностью пусты. То есть нам нечем было заправлять те танки, которые могли вообще завестись. И в таком положении мы вступили в войну. То есть если кто-то считает, что оно где-то взялось, оно нигде не взялось. Ну, все материальные обеспечения, которые должно было ждать военного часа, было распродано. И только благодаря части волонтерам, части каких-то героических усилий отдельных организаций и всего нашего народа, наша боеспособность поддерживалась на том уровне, который позволял нам бороться против террористических группировок, я еще раз повторюсь. Поэтому, что бы я видел, что бы я хотел на данном этапе перемирия, которое нам, я еще раз повторюсь, жизненно необходимо. Во-первых, надо в масштабах Министерства обороны, Генштаба, кто отвечает за эти все моменты, четко понять, сколько у нас осталось материальных средств, сил для ведения боевых действий. У нас достаточно, во время Союза было сделано арсеналов по всей стране. В большинстве своем журналисты, которые имеют активную позицию, показывают, сколько еще техники находятся на этих складах. Надо четко понимать, что из того, что на складах мы можем использовать для ведения как активных наступательных, так и оборонительных действий, а что не можем. Сколько у нас есть топлива, сколько у нас есть ракет, снарядов, боеприпасов, для того, чтобы мы могли оказывать достойное сопротивление российской армии. Потому что те, ура, скажем так, писаки, я по-другому не могу сказать, которые говорят, ну как снова же, все слито и все пропало, я бы их хотел видеть в рядах своего батальона. У меня сейчас как раз батальон находится на местах постоянной дислокации, и мы проходим этап обновления личного состава. В связи с тем, что определенная часть людей испугалась, написала рапорта и ушла. Часть людей у меня ранена, находится на лечении, часть людей, к сожалению, погибла. И это невозвратные потери. Пожалуйста, я прошу добровольцев ко мне в батальон. После двух недель мы пребываем на передовую, они своим красным словом, умелым действием показывают, как нужно воевать с российской армией, имея один голый энтузиазм на данном этапе. На этом я закрываю вопрос, чтобы все понимали, что нам этот этап просто жизненно необходим. Мы должны понимать, с чем мы можем дальше вести боевые действия. Следующее. По законам, там ряд пунктов, 12 пунктов, я со своей стороны, как человек, которому не безразлично все, что касательно Украины, все-таки хотел бы заметить, что в любом случае закон принимается для какого-то действия. Если нам что-то не нравится в этом законе, мы можем же, конечно же, требовать каких-то пересмотров определенных пунктов. И вот в частности, так как я возглавляю милицейский батальон, меня очень интересует вопрос о народной милиции. Вполне понятно, что все те вчерашние преступники, которые взяли в руки оружие и творили геноцид собственного народа, потому что там никого должно быть секретом, что они занимались откровенным разбоем, переделом собственности. Для тех, кто там живет, для тех, кто жители покинули свои дома, свое имущество оставили, уехали, сейчас находятся среди нас, в Киеве очень много приехало. Они все прекрасно знают, чем занимается там, скажем так, народное ополчение Новороссии или там каких-то там глупых других названий. Но в частности, мы должны понимать, что это просто террористические организации. Так вот, они занимались убийствами. И это теперь они будут требовать к себе отношения как милиция. Я хотел бы сказать, что находясь на украинской земле, находясь на украинской территории, они берут не только полномочия милиции вершить чьи-то судьбы с помощью оружия, они берут на себя ответственность, которую несет наша милиция на территории украинской земли. Если они будут эти законы нарушать, я хотел бы, чтобы каждый из них знал, что в любом случае они будут нести ответственность позже или раньше. То есть, тут надо тоже четко говорить этот момент. Желательно, конечно, насколько готовы наши пограничные войска, нам все-таки надо контролировать нашу границу. Та ситуация, когда российская сторона, абсолютно игнорируя все, что можно игнорировать, вводит конвои беспрепятственные, вооружение, технику, личный состав, контрабанда там очень жутко идет, хищение людей, наши пограничники не контролируют границу. Это очень печальная ситуация, печально это мягко сказано. То есть, это критическая ситуация, надо восстановить контроль над границей. Ну и один из самых таких болезненных пунктов, который я тоже не согласен с ним, и я хотел бы, чтобы он был пересмотрен, это финансирование. Финансирование этих террористических организаций. То есть, если они не признают украинскую власть, если они считают, что они абсолютно независимы, непонятно от кого они независимы, четко понимаем, что они контролируются Москвой, тогда почему украинское правительство должно перераспределять потоки денежные, убирать какие-то социальные льготы от пенсионеров, допустим, и финансировать тех, кто плодородные земли Луганска и Донецка притворил в разрушенное полностью строение и земли выжиг градом до такого состояния, что было бы здорово, чтобы журналисты все-таки потом провели какой-то экскурс до и после. И плодородные земли, которые были засеяны там и подсолнухами, и кукурузой, сейчас они на 10-15 сантиметров выжжены, и там еще многие десятилетия, теперь ни плодородия не будет, ничего кроме разрухи. То есть этот вопрос тоже очень серьезный, его надо обязательно пересмотреть. Ну и я реалист, я четко понимаю с точки зрения командира тактического звена, что террористы, они как бы во всем мире почему-то не договариваются с террористами и ведут огонь на уничтожение. У нас пытаются с террористами договариваться. Ну, возможно, это вынужденная мера. Я хотел бы тоже, чтобы все понимали. То, что мы берем тактическую паузу, мы, как я, подводя итог вышесказанного, мы должны использовать для того, чтобы максимально укрепить свою обороноспособность. В первую очередь обороноспособность. То есть мы не должны допустить, чтобы та зараза террористическая, которая находится в Луганской и Донецких областях, распространялась дальше, в сторону Мариуполя или, ну, самый проблемный сейчас такой у нас город, или в любые другие регионы. То есть мы должны зафиксировать ту территорию, которая контролируется террористами, и не допускать ее распространения. И потом, когда наступит ситуация, когда мы сможем давать достойный отпор и террористам, и в том числе российской армии, которая оккупирует сейчас нашу землю, приводить все к исторической справедливости, уничтожать террористов, оккупантов за территорию границы выводить и отстраивать нашу землю, и наводить порядок во всех сферах нашей деятельности. Пожалуй, у меня все. Буду рад ответить на вопросы в части, касающиеся. Я передаю слово. Я хотел бы добавить еще по поводу амнистии. Я считаю, что ни один террорист, ни один преступник, который стрелял в наших солдат, который пытал, мучил, издевался над нашими боевыми братьями, не должен быть амнистирован, не должен быть оправдан. Мы этого не позволим, потому что то, что происходит там на самом деле, когда это видишь своими глазами, ты не понимаешь, как этого человека можно простить и помиловать его. Каждый террорист должен понести ответственность и получить полную полуозакону. Я вкратце резюмирую. Во-первых, ситуацию, которую мы увидим на данный момент и пути реагирования на нее. Прежде всего, с подписанием этого закона абсолютно не снимается вопрос, мы видим продолжение боевых действий. То есть, сегодня ночью мы мониторили ситуацию по своим источникам в ЛНР, ДНР. Террористы достаточно оптимистично восприняли принятие этого закона. Идет мнение, что мы добили своего, даже Аликиев и так далее. Но мы абсолютно понимаем, что последнее слово даже не за руководством ДНР и ЛНР, не говоря уже о вожаках отдельных этих формирований, которые входят в их состав. Последнее слово за Москвой. Те действия, которые принимаются сейчас российско-террористическими войсками, свидетельствуют о том, что противник не настроен на мир, наоборот, готовится к наступательным действиям. Ну, возможно, ситуация поменяется уже в ближайшие часы, но на утро у нас была информация о том, что, во-первых, россияне проводят, так сказать, мониторинг машиностроительных мощностей по всей территории оккупированных Донбасса. Речь идет о способности восстанавливать бронетехнику, проводить ремонтные работы на этой территории без вывоза в Россию. Сейчас это большая проблема. Выводить технику подбитую, потом возвращать назад, проводить ротацию и так далее. То есть это свидетельство того, что Россия настроена на долгое противостояние. С другой стороны, также идет установка готовиться к боевым действиям уже в зимний период с их стороны. Это тоже свидетельство настроенности на затяжные боевые действия. В то же время есть информация, что Россия не рассчитывала на то, что этот закон будет принят. Возможно, сейчас ситуация будет меняться, дай бог. В любом случае, резюмирую то, что уже было сказано. Во-первых, необходимо локализировать очаг этой заразы, то есть создавать глубоко шелонированную оборону. При любом раскладе, как бы мы дальше не решали эту проблему, это не будет лишним. То есть сейчас в настоящее время необходимо, очевидно, провести мобилизационные мероприятия. Во-первых, по военно-учетным специальностям инженерных стопедурных подразделений, мобилизацию по строительной технике в регионе и так далее. И все силы бросать на создание глубоко шелонированной обороны. Определить комплект войск, который необходим для удержания обороны на этих позициях. Мы сегодня ночью наблюдали, как по некоторым позициям в нашем боенам нанесены удары, все равно противник пытается выдавить занимаемых позиций и идти дальше. Это недопустимо. То есть это то, что нужно делать в первую очередь. Второе, то, что нужно было делать еще вчера, это проведение, как сказал Андрей Тетерук, инвентаризации в формате оборонного обзора. Defense Review. В общем-то, Украина проходила этот процесс. То есть инвентаризация, грубо говоря, всех оборонных ресурсов, которые на данный момент есть в стране. Суть в чем? Во-первых, мы обладаем очень большим мобилизационным ресурсом Украины. У нас не маленькая страна. Но мы можем мобилизовать сейчас миллионы человек. Да, это будет огромный удар по экономике, но технически это возможно. Вопрос, какую ценность эти люди принесут на передовой. То есть школа подготовки мобилизирования, это армия. Вообще вооруженное формирование, это все общеизвестно. С тем уровнем боевой подготовки, который был в Украинской армии в последние десятилетия, то есть фактически с 91-го года, эта армия не стала и не являлась школой подготовки мобилизирования. То есть сейчас мы видим, людей в военкоматы призывают, у них военно-учетная специальность, он там механик-водитель, оператор-мыводчик. А он в армии, да, он по этой специальности числился, но он реально свою технику там видел два раза за всю службу и не владеет никакими навыками абсолютно. Это необходимо исправлять срочно. То есть сейчас вещь идет о том, чтобы армия определилась, какие военно-учетные специальности наиболее актуальны. И создавать, вернее, уже подготавливать людей вне зависимости, какой у них был ВУЗ. Потому что я говорю, что этот ВУЗ на самом деле ничего не значит, это пустышка. Начинать фактически везде нужно с нуля. Сложность в том, что нам противостоит фактически регулярная армия России. То есть, если с банформированием мы могли бы бороться, грубо говоря, с силами механизированных подразделений, добровольческих и так далее, в Национальной гвардии, то противостояние с российской армией означает, прежде всего, применение высокотехнологичных вооружений. Специалистов у нас раз-два и общался. Если пехотинцы, то есть бойца механизированного подразделения, там, Национальной гвардии, можно подготовить за месяц, это вполне реально, то по более сложным специальностям одним месяцем не бойтесь. Это надо делать сейчас. Мы не верим в то, что нужно стремиться к решению конфликта и возвращению Донбасса в общеукраинское политическое пространство мирным путем, но шансы, как мы видим, очень низки. То есть, прежде всего, нужно готовиться все-таки к силовому варианту, к защите своей территории, территориальной целостности и суверенитета. Второй вопрос. Необходимо делать кадровые выводы. Мы вообще не видим абсолютно никакой ротации в органах управления военного. Мы видим кучу ошибок, кучу обвинений и так далее. Там даже какие-то расследования проводятся. Минобороны бодро рапортуют, что виновные будут наказаны. Да, наказание виновных очень важно в качестве урока. Но намного более важно снятие их с должностей уже сейчас, для того, чтобы эти ошибки не повторялись. Во время боевых действий всегда и везде, на протяжении всей, наверное, истории военной, мировой, в ходе боевых действий всплывали и фиксировались взлеты с низшего командного уровня, минуя там ступени на верхний. То есть, люди демонстрируют способности, деловые качества, свои таланты. У нас почему-то этого не происходит. Украина уникальная страна. Тем не менее, необходимо в кадровом плане эту проблему решать. Мы также в ходе заседания военного света пришли к выводу, что необходимо брать ресурсы из добровольских подразделений. Там тоже люди, ребята даже, которые не обладают большим военным опытом и знаниями, но они получают боевой опыт в течение очень сжатого периода времени. Опять-таки, демонстрируя свои способности и таланты. Необходимо при военно-учебных заведениях создавать сейчас курсы, сокращенные именно для этих людей, которые имеют боевой опыт. То есть, мы сейчас можем поставить на конвейер фактически производство боевых офицеров в очень сжатые сроки. И это будут не просто обладатели дипломов вузов, а люди, которые действительно к этому имеют какое-то стремление, талант и способность воевать. Это очень важно. Далее, касаемо оборонного обзора и вооружения и военной техники. Минобороны действительно обладают большим запасом ВВТ. Однако, наибольшая проблема, как известно, то, что все годы независимости Украины армия была одной большой площадкой для коррупции и воровства. Техника массово разокомплектована. На это, в общем-то, и жалуются. Да, бронетехника есть, но она небоеспособна. Возникает вопрос. У нас Министерство обороны обладает мощнейшим потенциалом и Укроборонпром, ремонтных заводов. От танков ремонтных и заканчивая авиационных ремонтных. То есть база для ремонта есть. Средства Министерства обороны, как мы знаем, тоже есть. Они никак не могут их реализовать. Грубо говоря, сырье, то есть то, что ремонтировать, тоже есть. Почему этого не поставлено на поток ремонт этой техники, тоже непонятно. То есть необходимо в ходе этого оборонного обзора, во-первых, понять, что у нас вообще на руках есть, на базах хранения и так далее, а не в боевом составе. Ну, вернее, не только в боевом составе. Надо решить, какой комплект нам войск необходим для дальнейших действий и в соответствии с этим проводить и восстановление боеспособности техники с параллельной закупкой и госзаказом для своих и для иностранных производителей, и подготовку мобилизационного ресурса. Я думаю, если эти мероприятия проводить в комплексе, то мы в очень сжатые сроки можем получить вполне боеспособную армию. И будет, что самое главное, кадры, которые имеют опыт боевой, у нас есть. Ну, не все. Я считаю, ну, тут уже будут технические вопросы. Это второй момент. Первый момент. Во-первых, нужна глимитация для того, чтобы проводить демаркацию. Мы не знаем, на каких позициях вообще согласны становиться террористы. Они утверждают, что им принадлежатся Донецкая область и Луганская область. Естественно, это бред. Отдавать из третьей Донбасса, отдавать еще две трети просто в качестве подарка. Но это было бы, как минимум, неумно. Что касается демаркации, тут речь не о демаркации, я говорю, о оппозиционной обороне. То есть не поставить просто-напросто там таблички, что там дальше опасная зона. А о том, что должна быть первая полоса торншей, вторая, третья, минные поля, блиндажи и так далее и тому подобное. И чем более шеломированная оборона это будет, тем лучше. Оборона лишней никогда не бывает. А вот яхт, 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 можно сказать, что на прокатирование трудового похода через зависимости на самом деле? Дело в том, что вообще можно позиции сейчас укреплять. Мы заметили, что наши войска очень мало копают. На самом деле любая война это копать, копать и еще раз копать. История Второй мировой тоже свидетельствует, что люди копали намного больше, чем стреляли на самом деле. Ну это понятно. И при наступлении, и при преступлении любая фиксация, любая остановка это окопаться. У нас борьба как раз вот когда шла АТО, так называемая антитеррористическая операция, до вторжения российских войск уже широкомасштабного, у нас была ставка на рейдовые, скажем так, действия. То есть постоянно маневренная война шла. В этих условиях, конечно, окапываться довольно проблематично. Хотя мы видели повсеместно, что даже блокпосты не укрепляются достаточно. Сделайте там с десяток блиндажей, лишними не будут. Никогда. Но почему-то не делалось. Ну это второй вопрос. Тут как раз суть в том, чтобы понимать, что сейчас другого варианта нет. Мы должны зафиксировать эту линию и не шагу назад, что называется. То есть войска сейчас должны накапываться по этим позициям. Оборона-то не значит, что километр просто перекопанный. Она может создаваться вообще, последний эшелон будет в 30-40 километров, ничего страшного. То есть на расстояние действия артиллерии, тех же РСЗО «Град» и так далее. Из этого нужно исходить. Это вполне технически возможно. Ради бога, не обязательно через по улицам населенного пункта срывать асфальт и рейт-окопы. В том-то и дело, что СМБО заявляет о том, что это ведется. Но мы мониторим ситуацию, мы видим скорее символические действия, нежели полномасштабные работы по этому направлению. Питание было до пана Евгена и пана Андрея. А что изменит ваш педагогоголизм кардинально в ходе боевых действий в плане антитерористической операции? Ну и какие дии вы, так же, чему вы будете робить для кардинальной изменения? Я начну. На разрешение, Евгения. Значит, после того, как мы будем избраны депутатами и будем иметь право менять законы, определенный будет разработан законопроект. Многие, сейчас я объясню, многие говорят, что вот ты комбат, ты должен ходить и вести людей в атаку, твое дело воевать. Ну, это в корне неправильно. Говорят, должны быть одни юристы, потому что это правительство, это законодательный орган, там должны быть одни юристы. Я бы тоже не согласился с этим утверждением. Я сейчас сделаю преамбулу, а потом отвечу на ваш вопрос. Вот у нас мы можем взять на примере судей. У нас судей, такие юристы, клейма нигде ставит. И мы видим, какие они принимают решения. И если мы наберем полную Верховную Раду одних судей, которые будут принимать решения, как вот, допустим, выпускают сепаратистов, оправдывают совершенно дикие какие-то решения, отпускают людей или не наказывают, наоборот. Они тоже юристы, но они принимают совершенно дикие решения. Я со своей стороны хочу сказать, что я и пошел на фронт, я повторюсь, многие уже слышали в прошлом интервью я говорил, я и пошел на фронт, желая что-то изменить, что я могу делать. И я считаю, что до момента моего прихода в политику я достаточно успешно с личным составом своим выполнял поставленной задачи. Я считаю, что мне хватит жизненного опыта и интуиции, чтобы понимать, что все, что я буду делать, оно будет делаться исключительно для укрепления обороноспособности. Я не буду лезть ни в экономику, где я действительно могу быть слаб. Я буду пользоваться услугами юристов для того, чтобы разрабатывать такие законы, воздействовать на военный сектор таким образом, чтобы отстранять от власти тех генералов, которые занимаются исключительно расхищением. То есть мы достаточно четко понимаем, что у нас самое большое количество генералов после России, и тому еще больше. То есть если там у них вообще варьёк или мани где стать, то наши хотя бы через одного, через два на третий. То есть надо сначала прорядить тот сектор, который определяет обороноспособность. Посмотреть, чтобы там не было случайных людей, чтобы не было, как до сих пор я честно сотрудничаю с волонтёрами. И практически всё снабжение батальонов сейчас идёт через волонтёров. Начиная от покупки средств индивидуальной защиты, заканчивая техническим оснащением от коллиматоров, тепловизоров, прицелов для высокоточных винтовок. Всё у нас куплено исключительно за счёт волонтёров. То есть надо будет разрабатывать такой симбиоз. Нам надо использовать то положительное, что было накоплено за период этой войны. Чтобы мы использовали это в будущем исключительно с положительных каких-то позиций. Вот этим я займусь первое время. Потом, когда мы наведём порядок, и это обязательно будет, потому что у нас нет уже другого шанса на ходу где-то что-то менять. Я буду работать над тем, чтобы наша армия была современной, мобильной, грамотной, чтобы те офицеры, которые приходят служить с лейтенантских, скажем так, погон, понимали цели, которые они перед собой ставят, какие у них перспективы, и чтобы они достаточно грамотно руководили своим личным составом. Потому что это самая главная проблема на сегодняшний день. Нельзя говорить, что на войне не страшно. Многие боятся. Но именно умение определить, когда в человеке зарождается страх, и подавить его или помочь бойцу преодолеть – это обязанность командира. Если командир этого не умеет, или сам боится, или у нас есть такие трагические случаи, когда только где-то слышат, что вот где-то танки. Еще не слышали ни танков, только слух пошел. Командиры садятся на УАЗик и уезжают. Но есть такие, это обратная сторона медали. У нас есть как героические случаи, такие позорные. И командиры просто оставляют позиции, бросают личный став, уезжают. Вот этих командиров надо убирать, ставить тех, кто может командовать, кто умеет, кто поведет своих бойцов за собой, кто может грамотно этих бойцов вводить, а не так, чтобы в качестве Ивана Сусанина завел и бросил. То есть вот этим я буду ставить перед собой основные задачи своего действия в парламенте. Спасибо. — Скажите, пожалуйста, как Вы оцениваете... — Ничего, если Евгений... Мы сразу перешли, Евгений может... Извините. — Я считаю, что нашу страну нужно защищать не только с автоматом на передовой. Нашу страну нужно еще защищать изнутри и нашу армию. И мы, те, которые побывали на передовой и в кругу солдат, обычных солдат. Мы знаем, что какие средства выделяются и какие средства доходят до обычного солдата. И я думаю, наша основная задача будет это не дать больше разворовывать и грабить наших солдат и разворовывать нашу армию. Я думаю, это одна из первых и основных наших задач. — Сергей Теоргиевич, скажите, пожалуйста, как Вы можете оценить криминогенную ситуацию на территориях с особым статусом? Мы понимаем, что там много людей вооруженных. И как Вы собираетесь не пустить этот криминалитет сюда, на большую Украину, если можно? — Хороший вопрос. Я снова уже возьму право первого голоса. Я хочу все-таки напомнить, что мы, в отличие от других батальонов добровольских, мы милицейские батальоны. И мой батальон, и Евгений – милицейские батальоны. Наша основная была задача в зоне АТО. Мы работали вторым эшелоном. После того, как взломана оборона, мы заходили в города и наводили там конституционный порядок. Мы с помощью оперативных действий, с помощью опроса местного населения, с помощью тех навыков, которые все-таки присутствуют у нормальных, в хорошем смысле милиционеров, выявляли полностью ту криминогенную обстановку, которая присутствовала в городе, от Славянска до Дзержинска в частности. И вполне успешно занимались тем, чтобы вычисляли, кто при каких условиях, что именно совершал в период действия ДНР, когда вот только сняли украинский флаг и до покидания этой территории. То есть, начиная от бездействия или злодействия городских властей, от мэра, его помощников, заступников и до последнего шахтера, который руководствуясь там или белением души и злобной пропагандой или там с помощью даже преступных приказов руководства шахт, которые управляли, допустим, людям больничный. Человек находился на больничном, в это же время ему давали в руки оружие, он шел на баррикады. То есть, эти все случаи мы выявляли и практически все те, кто участвовал в террористической деятельности, мы понимали его градацию вины. То есть, есть люди, которые просто приходили и несли службу с оружием на блокпосту, но он не убивал. Ну, мы четко знаем, что он не убивал. То есть, с этим человеком, ну, нет смысла его ставить к расстрельной стенке, правильно? Ну, то есть, человек мог заблуждаться. Людям, собственно, это присуще, заблуждаться в некоторых своих взглядах. И особенно, если ежедневно ему там эти помои со стороны российского телевидения ежедневно вливаются. Конечно же, он может некоторые решения принимать, основываясь на неправильной информации. А есть те, кто совершал действительно преступление. Там с помощью журналистов, будут восстановлена хронология происходящего. У нас эти материалы есть. В принципе, мы действительно нарабатываем с помощью тех сотрудников милиции, которые сейчас находятся в зоне АТО, очень мощную доказательную базу тех преступлений, которые совершались определенными лицами. То есть, когда президент говорит амнистия, это не подразумевается, снова же Евгений правильно говорил, это не подразумевается, что те, кто уничтожали людей десятками, будет амнистирован. Это в корне неправильное восприятие, и это, скорее всего, считаю, тоже какое-то средство воздействия на широкие массы, чтобы была истерика в обществе. Будет как раз амнистие для тех, кто вышел, взял оружие или не взял оружие, или принес поесть на блокпост. Он вроде и поддерживает ДНР, или ЛНР, или еще какую-то террористическую организацию. Но за это человека нельзя не сажать в тюрьму и ставить снова же к расстрельной стенке. А вот те, кто уничтожал людей, те, кто занимался хищениями, те, кто совершал те преступления, которые классифицируются уголовным кодексом, то есть те, они должны будут нести показания в любом случае. И это доказательная база, она есть, существует, она будет накапливаться, и все равно люди ответят по закону. То есть я надеюсь, что я ответил на вас. Я так понимаю, что на вновь созданных территориях вы будете тоже производить? Конечно. И я вам больше скажу, что та территория, которая контролируется на данный момент боевиками, у нас там точно так же мониторится ситуация. Кто, что совершает. То есть я бы хотел разочаровать тех, кто считает, что все, кто там находится на той территории, они все, поголовно, террористы, там, сепаратисты и преступники. Никак нет. Там очень много людей со светлыми головами и с ясным мышлением. И они как раз помогают нам четко мониторить ситуацию о том, что там происходит. То есть если человек совершает преступление, мы об этом четко понимаем и знаем. И эта доказательная база постоянно накапливается. Я хотел бы, чтобы все равно с помощью прессы это будет известно, они должны это знать. Нет ничего тайного, что не стало бы явным. И все, что они совершают в качестве преступления, за все они будут отвечать. Отличный вопрос. Смотрите, это один из вопросов, которые мы тщательно сейчас обговариваем в наших диалогах на сегодня. Значит, те, кто сейчас находятся в зоне АТО и принимают участие в боевых действиях, это самая будет боеспособная часть мужского населения, да и женского, грубо говоря, которая может в любой момент оказывать вооруженное сопротивление любому агрессору, который вторгнется на нашу землю. Скорее всего, всем этим людям пока война любая заканчивается. Хочу, чтобы каждый это понимал и оптимистически смотрел в будущее. Когда наступит тот день, когда война закончится, опыт этих людей будет просто глупо не использовать в дальнейшем. То есть та милиция, которая находилась в Донецкой и Луганской областях, она себя в большинстве своем дискредитировала. То есть она просто нуждается в замене, практически в тотальной. Больше, чем большая подавляющая половина этих милиционеров, они открыто поддерживали все действия преступников. Некоторые у нас есть тоже данные от передачи оружия заканчивая передачей боеприпасов преступникам. То есть вчера, это вчерашний наркоман и убийца, а этот милиционер приносит ему боеприпасы на блокпост. То есть та милиция, которая существует, она нуждается в замещении и, соответственно, в привлечении наказания. Те, кто прошли боевой путь и своими действиями подтвердили, что они являются честными, порядочными и в состоянии контролировать порядок на той территории, они могут занимать все необходимые должности в создании нового отряда милиции и обеспечивать порядок на новых территориях. Соответственно, я себе очень бы хотел видеть, использовать опыт тех людей, которые имеют после возвращения из этого конфликта в будущем. Я не говорю, что нам нужно бездумно передрать опыт, допустим, Швейцарии или Финляндии или еще каких-то, или Израиля. Нам нужно брать самое лучшее от них и примерять, как оно подойдет к нам. Я бы по тем людям, которые вернулись из зоны боевых действий, кто в состоянии себя контролировать очень хорошо, скажем так, все равно есть некоторые моменты, когда люди уже получают ранения, получают какие-то психические травмы, потому что на войне интересно читать это все с бумажки или смотреть репортаж новостей. Когда находишься там, можно видеть очень страшные для психики человека вещи и ноги ломаются. То те, кто пройдут эти семь кругов ада и те, кто будут в состоянии потом защищать свою родину, я бы предложил такой вариант, что оружие у них находится по швейцарскому варианту дома и используя, допустим, даже резерв у нас там порядка 50 или 60 тысяч сейчас находится группировка вооруженных сил и добровольческих батальонов в зоне АТО, использовать их как, скажем так, оперативный резерв страны. То есть пусть их будет больше, пусть будет там по 100 тысяч человек. И вот у них находится оружие дома, к примеру. Они могут его контролировать с помощью предписанных законом средств. И в любой момент есть какой-то конфликт, у нас не будет такого, что мы неделю собираем вооруженные силы и нам некому дать отпор, как, к примеру, в Крыму. Все думают, кто же будет там противостоять этим непонятным зеленым человечкам. Я бы предложил такой вариант, чтобы на законодательном уровне эти люди могли в течение суток с оружием прибыть в указанное место и начать немедленное действие, пока будет происходить дальнейшее развертывание мобрезерва страны. То есть я буду лоббировать, скажем так, буду продвигать. Мне это очень интересно, чтобы так было. Это кардинально усилит боеготовность мужского населения и обороноспособности страны, подымет на следующий уровень, который нам просто жизненно необходим. Андрей, можно вопросы? Да, конечно. Мы не даем слово Евгению, давайте можно добавить. Да, да, да. Извините. Вы сказали, по вчерашним законам по Энбасу, да, если нам что-то не понравится, мы можем требовать изменений. Конечно. А вот каким образом вы будете требовать изменений? Вот как вы планируете это все изменить? Нет, ну перестаньте. Я бы очень не хотел. Я, знаете, первое, когда вообще началось наше, скажем так, общение с политиками после возвращения, это было внутреннее убеждение, что те бездарные руководители, которые не в состоянии предотвратить массовые гибели военнослужащих на поле боя, они должны быть наказаны. И вот с этим внутренним убеждением мы, это я имею в виду себя лично, командира добровольского батальона Днепра 1 Юрия Березу и батальона Донбасса Семена Семенченко, мы прибыли сначала к голове Верховной Рады, потом к президенту, и мы требовали наказания. Я хочу, чтобы вы знали, что мы ни в коем случае не готовы и не хотим брать силовой вариант как основной для решения этой проблемы. Есть вполне законные методы для принятия решений по тому генералу, который имеет ответственность, власть и не умеет этим всем пользоваться. Для этого есть трибунал, есть генеральная прокуратура, и они обязаны с помощью законных способов и методов определить его степень вины. Если он не принял, или, допустим, мы как говорили, если его действие или бездействие привело к таким жертвам необоснованным, то есть он должен понести наказание. Не только снять с должности, снять его с повышением, знаете, как говорят, в частности у нас так сейчас, грубо говоря, всегда происходит, а именно должна быть определена быть вина по закону, и по законам должен быть наказан, и понести наказание. Но силовой метод, я бы просто хотел, чтобы никто не манипулировал, что раз добровольские батальоны, они в руках имеют оружие, они представляют угрозу для Киева. Это очень ошибочное мнение, оно тщательно подогревается, я вижу, со стороны российских новостных ресурсов, и там часто в сети сбрасывают такие моменты, что вот сейчас добровольские батальоны побегут быстро на Киев, тут всех поубивают. Но ни в коем случае, вы должны понимать, что добровольские батальоны это наиболее патриотические, наиболее любящие свою родину жители Украины. И они ни в коем случае не сделают ничего, чтобы принесло ущерб для страны. А решать проблему устранением физическим, допустим, с помощью автомата, это ущерб для страны. Это понижение статуса, имиджа, и это Эль-Та-Сальвадор будет какой-то, но не Украина. Поэтому перестаньте переживать. Подождите, дело в том, что уже, я прошу прощения, уже, насколько я знаю, по-моему, два законопроекта об внесении изменений в этот закон уже внесены. То есть есть вполне легитимные законные средства изменения законодательной базы, именно это имеется в виду. Все должно быть по закону. Есть люди, они выражают свое недовольство. С помощью людей мы избираем тех, кто потом эту волю народа формирует. То есть я готов над этим работать все то время, которое у меня будет выделено. И я думаю, что с помощью законных методов мы создаем ту такую базу на будущее, которая нам позволит потом уверенно смотреть в это же будущее. Никто нас, в отличие, допустим, от других каких-то странных, будет обзывать военной хунтой или как дальше. То есть у нас, я считаю, что все делается достаточно законно, демократично и грамотно. Так вот, я все-таки хотел добавить по поводу, кто и как должен работать. То есть из личного опыта, так как наш батальон, мой батальон проводит патрульно-постовую службу сейчас и охраняет города, как Славянск, Краматорск, ну и окрестности этих городов, я хочу сказать, что эти ребята, они достойны возглавлять местные райотделы, местные следствия, местный розыск. Потому что эти ребята, они доказали свою преданность своей стране, свою искренность, готовность защищать эту землю. И они никогда в жизни не продадут ее, не продадут, как те предшественники, которые были в этих райотделах до нас. И они будут знать, что эта земля, она мыта кровью, что они за нее сражались и они за нее стояли. И эта земля не продается. И за нее надо сражаться. И надо уничтожать проявление сепаратизма на корню. Я два слова буквально уже в глобальном аспекте по поводу использования потенциала добровольческих подразделений. То есть мы как раз в рамках военного совета партии Народный фронт сейчас и отрабатываем. Я сегодня выложил там тезисы к первому заседанию. Одно из них было территориальная оборона. Как раз, во-первых, то, о чем я говорил. Наиболее подготовленные и обладающие лидерскими качествами, это фактически, скажем так, кандидаты на офицерские должности в вооруженных силах Национальной гвардии МВД. Только небольшое еще теоретическое обучение и фактически готовые офицеры. Дальше. Во-первых, конечно же, необходимо предоставить возможность людям, которые изъявляют желание по окончанию боевых действий, продолжить службу. Опять-таки, в этих вооруженных формированиях. Это понятно. В качестве контрактников это как раз и будет косяк этих формирований, которые имеют боевой опыт и могут передать другим. И третье направление, что очень важно, это у нас прописан пункт по территориальной обороне. Суть в том, чтобы как раз, скажем так, по швейцарскому варианту, но, опять-таки, тут абсолютно с Андреем согласен, мы не должны брать кальку любой другой страны, у нас есть своя специфика, свои условия. Но, тем не менее, необходимо возвращать, то есть мы понимаем, что сегодня мы видим, что оборона страны, тем более с таким противником, как Россия, с ее огромнейшим экономическим потенциалом, человеческим ресурсом, это задача, в общем-то, для всей державы, для всего общества. Соответственно, нам необходимо возвращать, во-первых, учебные заведения, как раньше были в советском времене, начальная военная подготовка, но со спецификой как раз уже нынешней, той же гибридной войны и так далее. В приграничных территориях мы считаем, что вот эта начальная военная подготовка должна быть заточена под партизанскую войну. Параллельно должна создаваться база партизанской войны, командные пункты секретные, базы хранения, склады медикаментов, продовольствия, оружия. Наша оборонка должна получать госзаказ как раз на образцы вооружений, которые, так сказать, заточены под партизанскую войну. И вот как раз костяком вот этих резервных, ну и состоящих из резервистов партизанских формирований в рамках территориальной обороны, как раз и могут быть добровольцы, которые имеют реальный боевой опыт практически вот в таких боевых действиях. Друзья, будь ласка, 50 минут, уже дрываем пресс-конференцию. Нет, ничего страшного. Какие у вас номера в партийном списке? Когда у вас появилось желание идти в политику, вот с началом избирательной кампании или раньше? И сейчас очень модно брать комбатов, да, то есть все партии стараются взять комбатов в свой партийный список, одного, двух или несколько. Не кажется ли вам, что реально политики вас используют, а вы потом все-таки, если даже попадете в парламент, не сможете влиять как-то на ситуацию в стране? Ваши размышления, поэтому... Ну, отвечу на ваш вопрос. Какие номера списка сложились? Ну, я нахожусь под номером 5. По-моему, список Народного фронта был оглашен, он открыт для всех, то есть если в других партиях на эту тему идут какие-то спекуляции открытые, закрытые, кто там есть, по-моему, 130 имен было названо, не уверен, 130, кто мне подскажет? Ну, порядка больше сотни имен названо, и все номера существуют, они в открытом доступе, можно ознакомиться. К сожалению, у нас парламент, и это моя точка, такая же точка была зрения, он пропитан негативом. Настолько негативом пропитан, что начинается при упоминании парламента обычно внутренняя его, вот эта кулуарная жизнь, внутренняя, некоторые называют словом мерзость, некоторые называют предательство сплошное, то есть мы это все прекрасно, и я сам к этому точно так же относился, потому что я видел, что чтобы попасть в список партии, нужно было заплатить проходной взнос, к примеру, за пятый номер, если бы у нас все оставалось, как при Янукович, я должен был там заплатить страшную сумму денег, правильно? Вы все прекрасно понимаете, что эту самую страшную сумму денег я никому не платил. Я использую свой шанс, когда создалась в обществе такая ситуация, когда возник запрос на тех людей, кто может что-то изменить. Я показал, что я могу брать и рисковать своей жизнью и жизнью вверенных мне людей, и отвечать за эти непосредственно, то есть я несу за это полную ответственность, мне дают шанс, я понимаю и дают себе четкий отчет, если вы считаете, что кто-то будет меня покупать, и я буду забывать про тех, кто погиб, выходя из со мной из окружения, это большая ошибка. У нас очень страшно, когда люди с предубеждением относятся наперед, почему-то, когда относительно к себе, все считают, я же классный, я здоровский, а вот все остальные кругом плохи. Нельзя так считать, потому что вы не знаете, насколько люди меняют отношения после того, как они ежедневно рискуют своими жизнями на поле боя. Переоценка ценностей происходит тотальная. То есть те, кто снова же говорят, надо продолжать, добровольские батальоны есть добровольские, давайте мы их отправим в огонь, пусть они там гибнут. Никто не хочет прийти и посмотреть, в каком состоянии приходят тела после обстрела града. Никто не хочет пойти посмотреть в глаза матерей, которые получают рубленные останки своего сына. Когда люди поймут, что происходит страшное, когда они поймут, что не все решают деньги и не в них сила, тогда у нас начнутся меняться отношения. Я искренне буду надеяться, что я готов отвечать за ближайших своих друзей, с которыми я там был. Я знаю, что мы туда не ради денег идем. Но вы туда идете сами или вас пригласили? Меня приглашало три основных политических партии, все которые не по каким-то написанным рейтингам, а по проходным спискам приглашали меня участвовать в политической жизни именно этой партии. Я принял решение идти с теми людьми, которые не боятся говорить правду, не боятся производить сложные для страны решения и перемены. Я буду надеяться, что мои внутренние убеждения, моя позиция жизненная им поможет. Если же будет случиться так, что вы говорите, что меня начнут покупать, я начну играть под дудку каких-то олигархов, у меня хватит внутреннего убеждения или покинуть эту ситуацию, если я не смогу ее изменить, или бороться до самого конца и пытаться ее все-таки изменить. Дорогу осилит идущий, если не совершать никакого вообще действия, то давайте мы тогда вообще расслабимся и пусть у нас Россия оккупирует и заберет всю территорию, пусть у нас тут и Жириновский начинает рассказывать, каких нам артистов запускать сюда и слушать, и кто из нас должен ездить, в каких качествах отстраивать Москву и прочее, прочее, прочее. Если мы не будем сражаться, не будем иметь внутренних убеждений, мы не победим. Я подпишу, давайте кто-то еще задать запитание. Извините, если я... Вы знаете, у меня вопрос, я вчера тоже слышал вал критики и сам в традиционных итогах дня прописал это как пункт, как хорошее. Сразу начался вал вопросов, типа, какое что-то хорошее. Я объяснил, что хорошее это приусловие, если мы этот потенциал, который несет этот закон, используем в полную меру. То есть, то, о чем я говорил. Попытка, да, мирного регулирования, но в первую очередь готовность к военному решению проблемы. Давайте посмотрим на карту АТО в середине августа и на сегодняшний день. Я говорю там не формальную даже, хотя они ближе к истине, но мы владеем информацией, а официальную карту, которую дает СНБО. Посмотрите, какую территорию мы в силу этого контролировали на середину августа и на сегодняшний день. Разница есть. Мы отступаем. У нас нет ресурсов для продолжения войны. Это факт. У нас деморализованная армия. Кстати, благодаря и соцсетям тем же, и той же панике, тем же рассказам о продажных генералах, о том, что все сливают и так далее. Это тоже очень большой фактор, мощный фактор, который сыграл на деморализации армии. У нас некому воевать. Те, кто хотел, они уже давно в составе добровольских батальонов. Дальше проводить мобилизацию, мы понимаем, что это будет непопулярный шаг, на который власть сейчас едва ли пойдет в преддверии выборов. Тут уже политический момент играет роль. С другой стороны, да, то еще мне говорилось уже в ходе своего выступления. Мы можем сейчас силой изогнать в строй сотни тысяч человек, но это будет пушечное мясо. Нам хотя бы нужен какой-то период для того, чтобы, во-первых, их обучить, во-вторых, их сносить, вооружить. Только тогда имеет смысл говорить о дальнейших силовых действиях. Мне интересно, если Батькищина вот выйдет, или там другие эксперты, и скажут, вот, мы можем отсюда взять подготовленный ресурс для проведения операции. По нашим оценкам на позавчерашний день нам нужно было не меньше ста тысяч человек поставить в строй. Ну, может быть, меньше, от 80 до 100 тысяч, вот так где-то. Но, тем не менее, это должны быть подготовленные кадры, это не должно быть пушечное мясо. Если Батькищина скажет, где мы возьмем сто тысяч человек, где мы возьмем оружие, и не просто стрелковое, да, автоматы есть, а тяжелое вооружение, без тяжелого вооружения, вы, извините, у нас свои батальоны повальные пишут, поголовные пишут рапорта о том, что мы не поедем воевать, то с отказ. Вот, когда они ответят на эти вопросы, ради бога, тогда мы будем говорить, да, извините, мы не правы, закон этот не нужен, будем воевать дальше. Но они, к сожалению, только критикуют, никаких предложений мы не видим. Первый риск, это то, о чем мы говорили еще до принятия этого закона, о том, что, во-первых, это превращение в зону замороженного конфликта, который не управляет Киев, а управляет Россией. А второе, истекающая из этого угроза, гораздо более масштабная, как я считаю, то, что это, ну, Донбасс, мы понимаем, Путину не нужен. Это плацдарм для того, чтобы эта зараза расползалась дальше. Как минимум, по дуге Путина, 8 областей. Почему я говорю о создании, прежде всего, ну, мы, точнее, говорим о создании линии обороны, чтобы предотвратить этот сценарий? Путина, пожалуйста, последнее запитание? Путина, пожалуйста, пана Дмитра. Путина, по-моему, стосовно Украинского БТК, вы говорили на початку про то, что, власне, у нас есть потужность, и ничего не делается. Власне, почему не делается? У нас есть 450-й завод, есть завод Антонов, который вкладывает сельсийный мейт, работа литаки. В этот раз безпилотник, это набагато дешевший, технологичный, очевидно, простейший. Почему не мать замовленных, почему курят, ничего не делается, потому что завтра, вхожем Дагвинином, входит так, 70-9 гривен. Власне, все гроши, и колоссальные гроши. Это вопрос, да, который вот как раз сейчас нужно задавать, как минимум, с трибуны Верховной Рады, и оно должно звучать и в адрес руководства ВПК и руководства исполнительной власти, потому что потенциал есть. Надо не забывать, что хорошо, у нас есть проблема в том, чтобы раскочегарить монстры ОПК, допустим, завод Малышева, он там пока запустит тот же, образцы бронетехники в серийном производстве, да, они сейчас единичные, единичное производство там было. Для того, чтобы запустить серию, это нужно время, причем это время полгода, год, а то и полтора года. В первую очередь деньги. И ресурсы колоссальные, технологическая база, специалисты, то есть проходиться, это действительно там объективные трудности запустить. Но у нас же есть куча предприятий, которые, ну, допустим, гантраки, которых сейчас дико не хватает в зоне АТО. У нас к инкассаторскими машинами, которые не предназначены для пересеченной местности, вывозят раненых. Это ненормально. Постоянно идут обстрелы, постоянно подрывы на фугасах. Что у нас куча предприятий гражданских, кто занимается бронированием, там, ВИП-авто, те же инкассаторские машины. Есть своя автомобильная база, КРАС, в вооруженных силах больше 2200, минимальная оценка ГАЗ-66, старая техника, но на нее поставить бронированный кузов и возить, по крайней мере, там, боеприпасы, продовольствие на блокпосты, нет вопросов. В чем проблема, казалось бы? И мы разговаривали с руководителями этих предприятий, они готовы в течение двух недель поставить это на поток и клепать просто, не обязательно, даже частные предприятия. Тот же Николаевский ремонтный завод, который тоже там показывает нам бронированную, ну, на базе БТР санитарная машина бронированная, ну, показали, сделали за свои деньги, кто-то заинтересовался, нет, денег нету, оказывается и есть деньги. То есть тут вопрос нужно задавать, во-первых, руководству штаба вооружений, Министерства обороны, из какого пальца не высасывают сейчас госзаказ и куда его вообще отправляют. Второй вопрос нужно задавать как раз у руководства Укрборонпромов, подчинение некоторых этих предприятий. Почему даже инициативы, имеющие место, они не поддерживаются? Эта техника жизненно необходима. Каждая единица этой техники, это сотня спасенных жизней. То есть мы видим, да, потенциал есть. Я считаю, что это причина, что вся страна у нас живет по фактически военному времени, кроме бюрократии. Причем, что как ни странно, они военные бюрократии в том числе, они живут по правилам мирного времени. Возвращение к Кремле. Боюсь, что, ну начну с конца, боюсь, что не удовлетворится Кремль. То, о чем мы говорили. Но я думаю, что в ближайшие, в общем-то, если не часы, то сутки мы можем будем судить. Удовлетворит это Москву или нет? Судить будем под действием боевиков. Если продолжатся активные действия со стороны российских подразделений и террористов, значит не удовлетворим. Ну тут как бы понятно. Что касается, допустим, того же Донецкого аэропорта. Угроза в том, что боевики презентовали уже появление у них авиации, да, якобы захваченной и так далее. Ну это бред силой кобылы. Но это свидетельствует о том, что Россия готова перебрасывать авиационные подразделения на территорию Украины. Под видом там напишут ДНР, ЛНР. И российские летчики военные кадровые будут выполнять боевые задачи. Более того, эти объекты, уже Донецкий, тот же самый аэропорт, они уже все, на нем крест поставили. Они уже считают его своим. Мы уже фиксируем на сегодня там эшелонированную противовоздушную оборону, которую они создали. То есть они уже подготовили все для его использования. Я считаю, что там нужно максимально, ну, держать там дальше войска, это по-моему просто-напросто их не расстрел. Медленный, пускай затянувшийся, но неприемлемый, тем не менее. Необходимо выводить из строя все, что возможно. Я не знаю, сколько пойдет взрывчатки на то, чтобы вывезти ВПП из строя, взлет на посадочные полосы. Но это надо делать. Все инфраструктуры, самые террористы уже обстреляли и разрушили. Но то же самое касается ситуации в Дебальцево. Все здорово, но почему-то наши на юге отступают, фактически сдают целые населенные пункты, а на севере Луганской области изображают еще какие-то там активные наступательные действия. Но это неправильно, как минимум. Мы должны уже тогда выровнять линию фронта, предотвратить любые вот эти котлы, бог с ним, сдадим там некоторые населенные пункты, но это лучше, чем постепенное выдавливание и мы теряем намного больше в конечном итоге. И после этого создавать то, о чем я говорил, линию обороны. Я хотел бы дополнить Дмитрия, потому что, к сожалению, у нас очень много страшных ситуаций в зоне АТО, когда старшие начальники, ну это я имею в виду старшие оперативные начальники, почему-то дико боятся слова отступления. Среди военных, вот война это искусство, всегда говорят искусство войны, оно практически это узаконенное уже словосочетание. То есть те, кто понимают в искусстве войны, они прекрасно понимают, что оборона не может быть жесткой, она может быть маневренной. Если совершать маневры и отступать, это ничего страшного не происходит. У нас же кто-то нарисовал на карте какой-то пункт и его держать до последнего. И почему-то считается очень страшным, когда кто-то с этого населенного пункта там отходит или совершает какие-то действия. Нам надо менять ту стратегию, которая существует в зоне АТО. Надо действительно отходить, наступать, изматывать противника и наносить ему ущерб максимальными доступными методами и способами. Не можем работать с реактивной артиллерией с помощью диверсионно-разведанных групп. Уничтожать, мы бы сами проходили, могли бы находиться между этих позиций. Если у них слабые места, на них надо бить. И вот именно таким образом надо осуществлять ущерб врагу. То есть не надо бояться и надо заниматься этим делом профессионально. Если у нас генерал, который вообще никогда не участвовал ни в учениях и сейчас принимает решения, допустим, я не говорю про боевых генералов, которые в зоне АТО. В большинстве своем они принимают те действия и решения, в которых они вынуждены, в рамках которых они вынуждены действовать. Те, которые действуют на уровне других, в частности, как я и говорил, они им вредны. Они вредны по сути своей и по действиям. Большое спасибо. Всего хорошего. Надеюсь, не последний раз встречаемся.